В пах я попаду, я начинаю его крутить, и когда он падает, вот здесь я, тычок или удар, я его пропускаю, и смотрите, в район пульса, в ребра подколенного сгиба. И приветствую всех! Сегодня продолжим такие сюжеты, которые в обыденной жизни происходят повсеместно. Вот у нас в Краснодаре сейчас начинается сезон дождей, и я вам уже рекомендовал иметь при себе такой предмет, как зонт. Я рекомендую для мужчин зонт вот такой большой, с ручкой, он крепкий и в то же время имеет несколько предназначений. То есть, если раньше, в 19-18 веке, мужчины имели такие трости, то есть они ходили, и тросточка всегда была вот в руке у него. То есть, это третья точка опоры. И в то же время, в те времена, большинство занималось фехтованием. То есть, это оружие, которым можно фехтовать, не подпуская к себе человека или животное, которое на вас нападает. Но им нужно пользоваться, и уметь пользоваться, и отрабатывать. Вот давайте сейчас посмотрим несколько вариантов, что можно сделать зонтом, когда какая-то агрессия к вам применяется. Мы говорим, что сейчас очень много городских сумасшедших, которые бегают по улице с ножами, с куличережущими предметами какими-то. Вот вы идете по улице, а видите человека, который с ножом там что-то, с кем-то разговаривает, машет и так далее. Если вы в себе уверены, вы можете с ним вступить в конфликт, чтобы обезоружить его и так далее, чтобы он не порезал не только вас, но и прохожих и так далее. Что можно сделать? Человек обратил на вас внимание, вы его или окликнули, и он начинает к вам подходить. Я уже показывал, что как только к вам начинают подходить, вы первое, что должны пользоваться длиной вот этого предмета, к себе не подпуская. У него рука с ножом, а у вас рука с зонтом. Не просто вы вот так стоите, длиной зонта нужно пользоваться. То есть я могу пробивать его в пах, я могу пробивать его в солнечное сплетение, я могу останавливать его ударами в квадрицепсы, то есть в довольно большие плоскости, из которых я не могу промазать. Если я буду целиться в берцовую кость, я могу промазать. А вот в квадрицепс я попаду, так или иначе. В пах я попаду, в солнечное сплетение я попаду. Но начинается атака. Я его, вот смотрите, пропускаю здесь. Дальше могу вот этим крючком цеплять за шею. Смотрите, получается вот такой рычаг. Здесь у меня моя кисть, которая не позволяет ему соскользнуть в меня. Здесь зацеп довольно-таки серьезный. И вот это одна точка опоры, вторая точка опоры. Я начинаю его крутить. И когда он падает, вот здесь я отбиваю или наступаю. А вот здесь буду защищаться. Или, допустим, если он будет махать ногами что-то, бить его по берцовой кости, бить его в бедро. Опять же, в солнечное сплетение. Здесь наступать, бить, чтобы раскрылся захват. Отбрасывать и дальше уходить. Это один из вариантов. Второй вариант. Я держу уже зонт посередине. И могу работать как этой частью, так и этой частью. Вот он наносит тычок или удар. Я его пропускаю и, смотрите, выхожу на внешнюю сторону. И затем резко в приседе бью вот этим крючком вот сюда, в район пульса. Здесь потом перехватываю. Видите, шея подошла. Здесь уже удар. Здесь локтевой сгиб. Если нож не выпал, опять же начинаю здесь держать его стопой. Могу топтаться. Вот здесь. Очень любил показывать это, как топчется Алексей Алексеевич. То есть, еще его так прокручивать на плоскости. Близко не подходите, чтобы вас не захватил он второй рукой. А чтобы он тянулся к вам, тогда вы будете видеть. Если он начнет рукой тянуться или, допустим, бить ногой. Вот этой, да, верхней ногой начнет вас бить. У вас тут есть плоскость, за которую вы можете скрываться. Смотрите, видите, я скрываюсь. Здесь рука у него жестко там закреплена. Здесь наношу удары в суставы. Дальше отбиваю его кисть и вытаскиваю зонт. И ухожу. Если удар происходит сверху, допустим, у него сверху, опять же, или этой частью. То есть, это, грубо говоря, штыковой бой, да? То есть, я проношу, вот смотрите, я проношу и вот здесь, сам за плоскостью зонта нахожусь, бью в ребра и бью сюда в кисть. Кисть, видите, раскрылась. Раскрылась, здесь удар, здесь удар и удар. Например, чтобы производить вот эти движения, он бьет, смотрите, раз, вот плоскость, я прокручиваю, вот он бьет, я прокручиваю здесь, да? Теперь я подхватываю и наношу удар вот такой плоскостью в район переносицы. И дальше район локтя к себе тяну, а это от себя, к себе от себя. Нож выбиваю, его отталкиваю подальше и ухожу. Да, я все время говорю, что вначале вы должны убегать, увидев нож. Но если вы имеете хоть какую-то подготовку и видите, что угроза идет вам или кому-то, кто себя защитить не может, вы можете вступить вот в эту схватку, чтобы защитить здоровье и жизнь людей, которые находятся на улице и подвергаются нападению этих неадекватов. Палка, у вас зонт, зонт находится у вас в этой, в этой руке, может в двух руках, идет атака, допустим, тычком. Да, смотрите, я раз пропускаю плоскость, вот он бьет меня, у меня вот плоскость моя в руках или так, да. Смотрите, я здесь вот держу, видите, вот это угроза ему. Он сейчас на ней висит, и я сейчас бью его чуть ниже подколенного сгиба и туда, опах, и сюда. Этот был тычок, тычок может быть остановленный вот так, смотрите, я держу вот так, и не просто я отбиваю куда-то, а я пропускаю, смотрите, я раз пропустил, здесь берцовая кость, он еще немножко согнулся, и теперь я забираю палку, а наношу удар вот этой частью в затылок по рукам, по рукам, и палка у меня. Если удар идет сверху, опять же, смотрите, раз, происходит что, и удар по затылку. Это не палка, поэтому сотрясение мозжечка даст мне тот эффект, который мне нужен. Убирая эту ногу, я его опрокидываю. Все это нужно нарабатывать. Или же, смотрите, зонт, пускай будет тычок, идет тычок. Видите, я бросаю, отвлекаю, не держаться за предмет, и предмет должен работать. Я его отвлек, теперь пальцы, теперь удар бедро и удар по сухожилию. Наступаю от себя. Вот потом я могу поднять зонт. Вот несколько вариантов, которые нужно и можно отрабатывать. Зонт должен быть у вас в руках, как продолжение вашей мысли. То есть я работаю не зонтом, я работаю своим сознанием, своим вниманием. Ну и, естественно, тем, что я это нарабатывал. Я уже понимаю, как им можно работать. В крутящем моменте, вот здесь, вот этим изгибом, вот здесь, вот этим плечом, не подпуская к себе, и так далее, и так далее. На этом все. Заходите к нам на канал, присылайте видео, записывайтесь на индивидуальные курсы, занятия. Берегите себя, будьте внимательны, как я говорю, находитесь здесь и сейчас. До новых встреч. Всех благ. Редактор субтитров А.Семкин